Издательский Дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Илья Ильф и Евгений Петров Тоня Два самых больших события в жизни Тони произошли почти одновременно. Не успела она свыкнуться с замужеством, как надвинулось новое событие. Константина Степановича Говоркова, ее мужа, послали на службу в город Вашингтон. И Тоня вместе со своим Костей поехала в Америку. На Белорусско-Балтийский вокзал Тоню пришли провожать две подруги — Киля и Клава. Они были веселые, насмешливые девушки, но здесь среди и туристов, и насильщиков стеснялись и все время спрашивали Тоню «Значит, едешь?» Тоне тоже было не по себе, и она уныло повторяла «Так вы пишите, девочки». «Как я тебе завидую!» — говорила Киля. «Ты счастливая! Будешь жить в Нью-Йорке!» Не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне поправляла Тоня. «Нью-Йорк — это не столица, а мы будем жить в столице». «Ты счастливая!» — повторяли Киля и Клава. «Там, наверное, очень интересно!» «Я думаю», — скромно отвечала Тоня. Муж Костя Говорков часто забегал в свое купе и смотрелся в зеркало. Его мучило, что он купил слишком большую шляпу, не по голове. Шляпа все время нализала на уши и как-то обидно подчеркивала этим юность товарища Говоркова. Поэтому, возвращаясь на перрон, он держал шляпу в руке и, чтобы не заметили его смущения, строго говорил молодой жене. «Тоня, иди в купе, ты простудишься». Девочки и в самом деле немножко завидовали. Сейчас подруга уедет в далекую таинственную Америку, а они пойдут на свою расфасовочную фабрику упаковывать перец, соду и шафран в картонную тару. И так будет каждый день, в то время как... Сегодня лучше было даже не думать о Тонином счастье. «Так ты пиши, Тонька!» — громко и тоскливо крикнули они вслед уходящему поезду. «Так вы пишите, девочки!» — донеслось к ним из сырого железнодорожного мрака. Ехать через всю Европу было интересно и жутко. В Польше из окна вагона Тоня в первый раз за свою жизнь увидела помещика. Он ехал в бегунках. Это был толстый усач в брезентовом плаще. Он строго обозревал свои тощие овсы. Костя тоже никогда еще не видел помещиков, и молодожены долго следили за этой странной фигурой, как бы возникшей из учебников политграмоты. Очень часто менялись страны. В вагон входили то польские таможенники и жандармы, то немецкие, то бельгийские, то французские. Тоня боялась этих людей, они были грубоватые и торопливые, какими, видно, уж и полагается быть таможенным чиновником во всем мире. Но Тонне казалось, что эта суровость направлена специально против нее и Кости, что вот они схватят ее милого Костю и куда-то потащат его вместе с паспортами, билетами и деньгами. Что она тогда будет делать без паспорта, без денег и билета? Кроме того, она не знала ни польского, ни немецкого, ни французского. Английского она тоже не знала. Английский язык немножко знал Костя. «Шоколад? Сигареты?» — прокричал французский таможник ужасным голосом. «Нон-нон!» — ответил Костя. «Шоколад нон и сигареты нон!» Тогда француз неожиданно ушел, даже не взглянув на чемоданы. Но самое страшное было впереди — пароход. Он стоял в Шербурге, высокий, черный, с толстыми желтыми трубами. Это был Маджестик. «Кюнард Уайт Старлайн!» — с удовольствием объяснил Костя по-английски, когда молодожены, устроившись в каюте, вышли на палубу. «Пятьдесят шесть тысяч тонн! Английское пароходство! Теперь, Тонечка, я буду все время практиковаться в английском языке!» И он стал говорить в уме английскую фразу, с которой собирался обратиться к матросу. «Скажите, пожалуйста, в котором часу отойдет этот пароход?» Матрос занимался совсем не матросским делом. Раздавал пассажирам для подкрепления сил чашки с горячим бульоном. Не успел Костя составить в уме английскую фразу, как матрос вежливо подал ему чашку и ушел. Этим практика и ограничилась. Путешествие через океан длилось шесть дней. Каждую полночь стрелки всех пароходных часов сами отскакивали на час назад. Каждый полдень пассажиры толпились у карты, где указывалось местонахождение Маджестика в океане. По вечерам в столовой показывали кинокартины, а в салоне происходили танцы. Два дня стояла свежая погодка. Маджестик немного покачивался, и пассажиры залегли в своих каютах. Но на третий день океан внезапно стих, влажные палубы заблестели под солнцем, и появилось много новых людей. Среди них супруги Говорковы заметили трех молодых пассажиров в больших шляпах, которые так же, как у Говоркова, нализали на уши и в совершенно одинаковых новых синих костюмах с коротковатыми брюками. Галстуки у них тоже были одинаковые — узкие, вязаные, с веселенькой черной полоской посередине. Молодые люди говорили между собой по-русски. Точно же состоялось знакомство, и Косте так и не пришлось на пароходе практиковаться в английском языке. Небольшая советская колония уже не расставалась ни на минуту. Трое синих молодых людей ехали в Америку работать и учиться на филадельфийском заводе Бада. Они очень обрадовались Говорковым и переменили столик, чтобы обедать рядом с ними. Заказав обед, Костя заметил, что новые друзья беспомощно смотрят в обеденную карточку, что к ним уже два раза подходил официант и уходил, не дождавшись заказа. Тут молодые практиканты сознались, что им известна только одна английская фраза «I'm very glad to see you», что значит «я очень рад вас видеть», но до сих пор не могли применить эту фразу с пользой. Уже два дня, как они заказывали еду, наугад. Ткнут пальцем в меню и ждут, что из этого выйдет. Ничего хорошего до сих пор не выходило. Какие-то странные получались у них обеды. То одни закуски, то сразу после супа сладкое. А наевшись сладкого, согласитесь сами, неловко требовать мяса. К тому же неизвестно, как оно называется, это мясо. Костя объяснил практикантам, что на правой стороне меню напечатаны вообще все блюда, какие только есть на пароходе. Закуски, супы, вторые, сладкие и так далее. А на левой стороне рекомендованы завтрак или обед. Можно сразу заказать то, что напечатано слева, и получится полный обед без недоразумений. — Значит, прямо нахально заказывать левую сторону? — переспросили практиканты. — Прямо и нахально, — подтвердил Костя. Так они и сделали. И в первый раз за всю дорогу съели правильный обед, где блюда чередовались в естественной и освещенной веками последовательности. С этого времени, садясь за стол, инженеры громко сговаривались. — Значит, берем левую? — Берем левую. А после обеда говорили. — А сегодня левая ничего. — Хе-хе. — Подходящее. Или. — А что-то сегодня левая сплоховала. — Не наелся. Молодые механики так уверовали в Костю, что в кинозале беспрерывно расспрашивали его о действующих лицах. — А это что за человек? А почему он внезапно ушел? На это Костя смутно отвечал. — Наверное, ее любовник. — А тот толстый. Чего он добивается? — Да кто его знает. Что-то не разберут. Звук очень громкий. В вечерних балах практиканты не принимали участия, хотя и учились в свое время в школе западных танцев. Они стеснялись. — Ну его! — говорили они. — Тут какие-то банкиры пляшут, фабриканты. Неудобно. Тоня очень хотелось танцевать. И тут произошел ужасно неприятный случай. Однажды вечером вся компания сидела в салоне и, пересмеиваясь, следила за танцами. Вдруг к Тоне подошел седой господин в смокинге и брюках с узким черным лампасом. Он радостно оскалил фарфоровые зубы и сказал что-то по-английски. Тоня ужаснулась, жалобно посмотрела на Костю и пошла танцевать со страшным стариком, по всей вероятности банкиром. Пока Тоня кружилась в вихре западного танца, практиканты подразнивали Константина Степановича Говоркова. На следующий танец старик пригласил какую-то американскую старуху с голой костистой спиной. Как видно, ему было все равно, с кем танцевать, и танцевал он скорее с гимнастическими целями, чем для удовольствия. Так проходили дни. За завтраком и обедом ели левую сторону, а вечером сидели в кино. К концу путешествия Тоня во второй раз танцевала с неугомонным стариком, который подготовил для нее неожиданный эффект. Прощаясь с Тоней после танца, он опять обнажил фарфоровые зубы и сказал по-русски «Трасите!», что, как видно, означало «Здравствуйте!». Практиканты после этого подшучивали на Тони, утверждая, что старик в нее влюбился. Утром, перед самым приходом в Нью-Йорк, Тоня взяла в почтовом салоне цветную открытку с изображением маджестика, рассекающего океанские волны, и села писать подругам. «Здравствуйте, дорогие Келя и Клава!» «Вот мы проехали Атлантический океан и приезжаем сегодня в Нью-Йорк. Всю дорогу было очень весело, пароход ужасно громадный. У нас появилась масса знакомых, и мы все время вместе. Я все время танцую с одним иностранцем и смотрю заграничные кинокартины. «Что у нас делается нового на фабрике?» «Привет всем! Ваша Те!» «Эта открытка пойдет из Америки назад на этом же пароходе. Ваша Те!» Она наклеила на открытку английскую марку с головой короля Георга V, и ей даже стало жалко Килю и Клаву. Она и на пароходе, она и с банкиром танцевала, и вообще столько нового, они по-прежнему упаковывают перец и шафран. Нью-Йорк был еще еле различим в сияющем тумане солнечного утра, а близость земли уже ощущалась во всем. Стюарты вытаскивали на палубы кожаные сундуки чемоданы, чайки взволнованно пищали, сопровождая пароход. Пассажиры были взволнованы не менее чаек. Они собирались кучками, пытаясь разглядеть далекие здания знаменитого города. Все вокруг стали страшно разговорчивыми, говорили даже те, которые всю дорогу сурово молчали. У подножия Маджестика остановился пароходик с иммиграционными властями. По трапу быстро взбежали американские чиновники в зеленых мундирах. В высоком золотом салоне первого класса началась проверка паспортов. Пассажиры встали в длинную очередь. Маджестик двинулся вперед малым ходом. Низко над ним пролетел белый спортивный гидроплан. Нью-Йорк, который еще час назад походил на скалистую горную цепь, незаметно приблизился. Узкие отвесные скалы превратились в дома. Уже можно было считать этажи. Когда в стаде небоскребов практиканты отыскали дом в сто этажей, Костя Говорков сдернул с головы шляпу и радостно закричал. — Ну, тут уж я ничего не могу сказать! Тоня молчала. Она крепко держалась руками за некрашенный деревянный сырой поручень и смотрела вниз, на пристань Кюнартлайн, где тысячи людей махали платками медленно надвигавшейся морской громадине. Последние минуты на пароходе прошли в лихорадке. Прежде всего потерялись друзья-практиканты. Иммиграционный чиновник что-то громко и сердито говорил Тоне, держа в руках ее паспорт. Тоня в это время быстро думала про себя. — Ну, и не пустят в Америку. Ну, и не надо. Поеду домой. Честное слово. Нисколько не жалко. Но оказалось, что все в паспорте правильно и что иммиграционный чиновник со всеми разговаривает громко и сердито. Потом, Говоркову, держась за руки, как дети, сошли вниз в посходнем и попали в большой таможенный зал, в крик, голдеж и тарахтение багажных тележек. Тоня боялась, что в этой толчее им не найти своего багажа, и уже ей было жалко своего нового платья, которое Костя купил в Париже за сто семьдесят франков, и фотографии Кили и Клавы с их собственноручными подписями. Костя растерянно бормотал. — Сейчас, сейчас мы возьмем автомашину и поедем прямо на Пенсильвания Стейшн. Внезапно чемоданы нашлись, и таможенный чиновник наклеил на них ярлыки. Все делалось само собой. Чемоданы попали на конвейер и поехали вниз в вестибюль. Внизу тоже стоял крик. Кричали носильщики, пассажиры, продавцы газет. Кричали шоферы таксомоторов, высовывая головы из окошек. Говорковых кто-то втолкнул в такси вместе с их багажом, и ошеломленный, но не потерявший присутствие духа Костя, крикнул шоферу «Пенсильвания Стейшн». Только через полчаса, уже сидя в пульмановском вагоне поезда «Нью-Йорк-Вашингтон», Тоня сообразила, что проехала самый большой город в мире. Но что это был за город, она не могла бы сказать. В памяти остался только грохот, ветхий таксомотор, в котором играло радио, мрак и блеск каких-то неизвестных улиц. Костя был доволен. Как-никак и приехали, куда надо, и сели в тот поезд, в какой надо было сесть. Одно его мучило всю дорогу до Вашингтона. Сколько дать на чай кондуктору-негру, который очень любезно уложил говорковские диваны в багажную сетку и приколол проездные билеты к спинкам вращающихся кресел. Впоследствии выяснилось, что Костя сделал много ошибок. Во-первых, слишком быстро сошел с парохода и не подождал курьера из консульства, приехавшего его встречать. Во-вторых, купил дорогой пульмановский билет, когда по его достаткам ему следовало взять кож, отличающийся от пульмана только тем, что пассажиры сидят там не на вращающихся креслах, а на неподвижных кожаных диванчиках. В-третьих, после долгой душевной борьбы он дал негру доллар, а надо было дать четверть доллара. На Вашингтонском вокзале Говорков встретил секретарь полпредства с женой. Все страхи кончились. Приехавших усадили в большую полпредскую машину и повезли по широким улицам, обсаженным толстыми деревьями вдоль нескончаемого ряда автомобилей, стоявших у обочин тротуаров. Говорковы ехали по асфальтовым проспектам, прорезавшим сады и парки. Жена секретаря Наталья Павловна показывала Тони на прекрасные правительственные здания и называла их, но в Тониной голове был уже полный сумбур. Пароход, волнение на пристани, гремящий Нью-Йорк, старый негр в поезде, теперь Вашингтон. Этого было слишком много для одного дня. Говорковым уже была приготовлена комната. Очень чистая, белая, с белой мебелью, с ванной и собственной маленькой кухней. Тут была красивая белая газовая плита и электрический холодильный шкаф. Все это казалось таким привлекательным, что Тони сразу захотелось заняться хозяйством, но их уже тянули показывать парадные апартаменты полпредства. Они переходили из зала в зал, над ними вспыхивали хрустальные люстры, шаги были не слышны на толстых коврах. Тоня с удовольствием села в позолоченное кресло. Ноги уже не несли ее. Костя оказался железным человеком. Он не чувствовал усталости. Он обошел все комнаты, добросовестно спрашивая, что тут помещается, в то время как Тоня, блаженно отдыхая в кресле, смотрела на картину, где в снежном облаке неслась русская тройка, и молодой ямщик, поднявшись во весь рост, нахлестывал лошадей. Секретарь показал рукой на потолок и сказал, — А наверху живет наш полпред. И он с уважением помолчал. Через полчаса на вечеринке, которую секретарь устроил в честь прибытия новых членов маленькой советской колонии, Железный Костя бойко говорил по-английски, что у него не выходило на маджестики, и беспрерывно танцевал, вознаграждая себя за пароходный аскетизм. Ему было так хорошо, будто он и не выезжал из Москвы. Он танцевал и с женой советника Марии Власевной, и с конторщицей, американкой мисс Джеффри, и с хорошенькой Натальей Павловной. Тоня тоже танцевала, несмотря на усталость. Вообще все было чудесно. Зашел на минутку военный атташе, и все, кроме, конечно, Говорковых, принялись дразнить его, спрашивая, какое звание будет ему присвоено. — Да вот, жду, — отвечал атташе. — Сам еще не знаю, кем буду. — Наверное, в комбриге метите. — Хорошо, если полковника дадут, — с усмешкой отвечал атташе. — Вы, товарищ, как видно, не представляете себе, что такое полковник. Это громадный чин по моим годам. Полковник в тридцать шесть лет. Мне нравится. Вечеринка была настоящая, московская. Гости сели за стол, на который было выложено все, что нашлось в доме, и совсем уже по-московски стояли бутылки с нарзаном. В перерыве между танцами Говорков, томно опустившись на диван, раздавил две граммофонные пластинки. И так же, как и в Москве, целый час стояли в передней, прощаясь, говоря друг другу. Так вы захаживайте обязательно. Да и вы к нам смотрите. Ночью у Тони началась рвота. Утром приехал доктор и сказал, что Тоня беременна. Тоню уже на вчерашней вечеринке все называли Тонечкой, а когда распространилось известие о ее беременности, то окончательно полюбили ее. Костя, начавший работу шифровальщика, сидел в своей шифровальной комнате по целым дням и лишь изредка забегал домой, чтобы поцеловать Тоню или наговорить ей какой-нибудь ласковой чепухи. Но Тоня не скучала. На второй день вашингтонской жизни жена советника Марья Власевна, большая, немного грустная женщина, повезла Тоню в Маунт-Вернон смотреть домик Джорджа Вашингтона. Проехав по мосту тихую и широкую реку Потомок, они очутились на многополосной бетонной дороге, которая проходила мимо больших выхоленных парков. Светилась подстриженная трава лужаек. По обе стороны дороги низко над землей шли барьеры из волнистых необработанных древесных стволов. Тоню поразило это нарочитое и элегантное сочетание предельно гладкой поверхности бетона с грубыми покрытыми корой, сучковатыми барьерами, как бы напоминавшими о жизни первых английских пионеров в девственной стране. На этой дороге особенно поражала тишина. В обе стороны с большой скоростью неслись колонны автомобилей, но не слышно было сигналов и тарахтения моторов, только ветер влетал в открытое окно и доносилось громофонное шипение. Это терлись шины о шероховатую поверхность бетона. По дороге Марья Власевна расспрашивала Тоню об ее жизни в Москве. Она узнала все про расфасовочную фабрику, где Тоня работала, про ее подруг и про знакомство с Костей. Оказалось, что Тоня никогда не выезжала из Москвы, любила ходить в театр, играла роли в драматическом кружке и даже хотела стать актрисой. Тоня окончила только школу-семилетку. Она любит художественную литературу, но, как закалялась сталь, еще не успела прочесть. Так мало произошло событий в жизни Тони, что за полчаса езды до усадьбы Вашингтона она успела рассказать о себе все. Марья Власевна посмотрела на дом Вашингтона с плохо скрытым равнодушием. Когда кто-нибудь приезжал в Вашингтон на один-два дня, его всегда возили в Маунт-Вернон, и делала это обычно Марья Власевна, как самое доброе. Вокруг прославленного дома среди цветников толпились туристы с кодеками на животах и, опустив головы, щелкали затворами. Тоня с Марией Власевной обошли маленькие комнаты с новощенными полами, где тускло блестела старинная мебель, поднялись наверх в спальню и увидели кровать с ситцевым пологом, на которой почивал когда-то великий человек. Здесь было тихо, чисто, давно отлетела отсюда буржуазная жизнь, когда во двор влетали гонцы на запаренных лошадях, когда сколачивались Соединенные Штаты Америки. Осталась только идиллия старосветской помещичьей жизни, как будто здесь жил не страстный Джордж Вашингтон, а какие-то американские Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, мистер и миссис Товстогуб. За домом был старинный парк, спускавшийся к реке. К бревенчатой пристани, которой пользовался еще Вашингтон, вели дорожки, выложенные плитами. Туристы и здесь фотографировали своих жен и детей. На обратном пути Марья Власевна сказала Тоне, — Вам надо, Тонечка, сразу же чем-нибудь заняться. Может быть, учить английский язык, даже поступить в колледж или что-нибудь в этом роде. Все-таки будете меньше скучать. — Одного хозяйства вам не хватит, чтобы заполнить весь досуг. — Почему же я буду скучать? Здесь очень интересно. Мне кажется, что я никогда в жизни не заскучаю в Америке, — ответила Тоня. Она так восторженно произнесла это, что даже грустноватая Марья Власевна радостно улыбнулась. И началась Тонина жизнь в Соединенных Штатах. Утром Тоня шла в лавку, покупала немного зелени, заранее нарезанные бифштексы и упакованные в прозрачную бумагу хлебцы. Приказчик уже знал ее в лицо, называл ее леди, и достаточно было Тоне показать на что-нибудь пальцем, как он сразу же догадывался о ее желаниях. В своей белой кухне Тоня ходила в тонком резиновом фартуке с резиновой же оборкой, который подарила ей на новоселье красивая и светская Наталья Павловна и стряпала обед для Кости. В рефрижераторе у нее совсем по-американски лежали три грибфрута, яйца, бутылки с молоком, масло. Одна беда — стряпать было так легко, что на изготовление обеда уходило не больше часу. Урок английского языка, к сожалению, тоже отнимал только час. Костя много работал. Быстро пообедав, он снова устремлялся в шифровальную комнату, а Тоня выходила в общий коридор и стучалась к кому-нибудь в дверь, просилась в гости. За неделю Тоня прочла все русские книги, которые достала у новых друзей. Люди здесь селились не на всю жизнь. Библиотеки их были в Москве, Ленинграде, Харькове, только не в Вашингтоне. Сидя с мужем по вечерам, Тоня удивленно говорила. — Знаешь, Костя, мы живем здесь уже целых двенадцать дней. — Что ты говоришь? — удивлялся Костя. — А я и не заметил. Он не заметил, как прошло двадцать дней, потом двадцать пять. Тоне из канцелярии принесли письмо. Оно было от Кили и Клавы. Ответ — на давнишнюю открытку с Маджестика. И тут Тоня вдруг поняла, как далеко она заехала от Москвы. Подруги восторгались фотографии Маджестика, писали, что живут как прежде, и посылали горячий привет. Тоня заплакала, неизвестно от чего, то ли от радости, то ли от печали. Сейчас же села писать ответ, и уже весь день ходила скучная и задумчивая. Вечером Костя с женой и Натальей Павловной отправились в кино. Зал кино был громаден и тяжеловесно богат. Из сумрака просвечивало алтарное золото украшений. По темному залу неслышно бегали худенькие фронтоватые капельдинерши с электрическими фонариками, указывая вновь вошедшим свободные места. К ножкам кресел, стоящих у проходов, были прикреплены маленькие лампочки. Они бросали на пол слабый желтоватый свет. Это было сделано для удобства зрителей, входящих и выходящих из зала. Кресла были мягкие, в зале разрешалось курить. Медленные прохладные ветерки веяли на лица зрителей. Здесь температура воздуха регулировалась автоматически. На улице была удушающая жара, воняло асфальтом и бензином. На улицах был тяжелый вашингтонский август, а в зале стоял апрель и даже пахло фиалками. И в первый раз за все время, они побывали в кино уже раз десять, Тоне не понравилась картина, хотя она была ничуть не хуже других картин. Музыкальная комедия, сюжет которой заключался в следующем. В большом мюзик-холле готовится новая программа. Две соперницы претендуют на главную роль в этой программе. Красавица-брюнетка с отталкивающим характером и красавица-блондинка с привлекательным характером. Директор-комик, не знает, кому отдать предпочтение. Начинается соревнование. Брюнетка лихо откаблучивает чечетку. Потом уступает блондинка и выбивает чечетку еще лучше. Тогда брюнетка танцует уже совсем превосходно. Но не побить ее положительной блондинке. Блондинка снова вырывается на сцену и поражает директора невиданной чечеткой. Подавленный он подписывает контракт с блондинкой. Противная брюнетка постромлена, тем более, что блондинка еще выходит замуж за богатого красавца. Когда Тоня в первый раз увидела подобную картину, только там блондинка была бедная провинциальная телефонистка, которая приезжает в Нью-Йорк и внезапно, без всякой подготовки, начинает танцевать лучше всех балерин на свете, она была очарована исходившим от картины сиянием великолепной техники, чистотой фотографий и звука, бешеными чечетками, которые выбивали длинноногие красавицы. Ей запоминались мотивчики, их хотелось повторять. И, приготовляя Косте брекфест, она даже мурлыкала слабеньким голоском какие-то куплеты, совсем американка в своем резиновом фарточке. Но эта десятая картина ничего не добавляла к тому, что Тоня уже видела. Картина начала ее как-то смутно раздражать. Тоня даже не понимала еще, почему это так вышло. Танцуют замечательно, музыка, в конце концов, очень мелодичная, актрисы подобраны самые красивые, но все это вместо того, чтобы веселить душу, почему-то омрачало ее. В этот вечер Тоне многое вдруг не понравилось в столице. Улицы были лишены названий. Продольные обозначались буквами алфавита, поперечные — цифрами. Какая-то алгебра. Улица М, угол двадцать седьмой или тридцать девятая, угол Б. — Мы живем на углу А плюс Б в квадрате, — сказал Костя. — Хоть бы назвали какую-нибудь улицу гипотенузой. Все-таки веселее было бы. Или, например, площадь Пифагоровых штанов. — Говорков, не говорите гадостей, — сказала Наталья Павловна. — А я считаю, — вмешался друг Тоня, — что гадость — это улица Ф, угол улицы номер один. — Где вы живете? Я живу на улице номер два. — Очень интересно. — Вы, Тонечка, не очень спешите со своими выводами, — сказал Наталья Павловна. — Алгебра алгебры, а на этой самой алгебре стоят очень удобные дома. — Да нет, я ничего такого не хочу сказать, — ответила Тоня. — Но у меня как-то сегодня вечером настроение неважное. И картина тоже, как все остальные. Позавчера была картина Е, а сегодня Ф. — Нет, не нужно больше ходить в кино. Давайте пойдем на будущей неделе в театр, посмотрим какую-нибудь серьезную пьесу. — Что вы, Тонечка, — сказал Наталья Павловна, — в Вашингтоне нет ни одного театра. Зимой иногда приезжает на гастроли какая-нибудь труппа, даст несколько спектаклей и уедет. — Нет, а постоянного театра здесь нет. — В столице Соединенных Штатов, — с удивлением переспросила Тоня, — нет ни одного театра. — Ни одного. — Только кинематографы. — Прямо нахально с их стороны, — заметил Костя. — С чьей стороны? — сказала спокойная Наталья Павловна. — Живут себе люди, как им нравится, вот и все. Детка, тут дело ясное. Если бы театр был выгоден, существовал бы театр, но оказалось, что кино — дело более прибыльное, и театра нету. — Ясно? — У них все ясно. Как в медном тазу, — буркнул Костя. — Ничего, Тонечка. Вернемся в Москву. Пойдем в художественный. Дома Тоня села дописывать письмо. Сейчас пришла из кино, где смотрела заграничную кинокартину. Она называется «Так думают девушки». Там много танцуют фокстроты, чарльстоны и другие западные танцы. Вообще все было очень весело. Тоня печально и гордо улыбнулась и приписала. Можно было обхохотаться. Написать иначе было совестно. Подруги так много ожидали от ее заграничной жизни, что просто не поверили бы ей, подумали бы, что она ломается. И то ей не нравится, и сё. Осенью, когда на прекрасных улицах А, Б, В и прочих стали падать с деревьев листья, Тоня почувствовала, что ее уже не развлекают сияющие кухня и английские уроки. Она стала приставать Косте, чтобы он устроил ее на какую-нибудь работу. «Ну, ты же знаешь, Тонечка», — смущенно говорил Костя, — «у нас очень маленький штат. Мне даже говорить об этом неудобно. Вот если бы мы жили в Нью-Йорке, ну тогда другое дело. Устроилась бы в Амторге». «Потерпи. Кроме того, тебе уже скоро рожать. Вот будет у нас мальчик или девочка», — запальчиво вставила Тоня. «Девочка, ну, тем лучше. Она вырастет, к ней будут ходить подруги, а я буду за ними ухаживать». «Серьезно, Тоня, будет ребенок, тебе станет веселее». Предстояли большие расходы. Нужно было купить приданное для младенца. Кроватку, коляску, ванночку, ну, мало ли что. Кроме того, Тоне и Косте нужны были пальто. Молодые супруги решили экономить. Еще когда Говорковы ехали в Америку, они задумали из первого же жалования купить патефон с пластинками. Теперь от этого пришлось отказаться. Тоня перестала ездить на уроке английского языка в автобусе и совершала этот путь пешком. Кстати, ей полезно было много ходить. Она часто останавливалась у витрины музыкального магазина и рассматривала приглянувшийся ей патефон в красивом голубом чехле. — Ничего, не страшно. Сначала ребенок, потом патефон. Костя тоже был такого мнения. Вообще он не терял своей веселости. Только одно его огорчало — он стал часто простуживаться. — Привык я к московскому морозу, а здесь зимой тепло. Наверное, от этого, — объяснял Костя. В январе два раза выпадал снег и сейчас же таял. Килли и Клава продолжали аккуратно писать короткие письма, в которых каждый раз сообщали, что ничего нового не произошло, ходят на каток, в клуб Кухмистерова, собираются раз в шестидневку у Килли на вечеринке. За Клавой стал ухаживать член Союза композиторов, командированный на фабрику для витения музыкального кружка. Открылся зимний однодневный дом отдыха, и кто хочет, может ходить на лыжах. А Лена Бочкова сделалась стахановкой, перекрыла все нормы и на октябрьскую годовщину получила в подарок ленинградский патефон и десять пластинок, в том числе «Спасибо сердце» и «Гопак» из оперы «Цорочинская ярмарка» в исполнении симфонического оркестра. «Но тебе это, наверное, все неинтересно», — писали Килли и Клава. «Ты, конечно, веселишься не так, как мы, и, наверное, нас уже забыла». Тония вдруг так захотелась в однодневный дом отдыха, так захотелось посмотреть, как композитор ухаживает за Клавой, так захотелось в узкий и непомерно длинный клуб Кухмистерова, что она весь день пролежала в постели. И когда Костя вечером стал звать ее в кино, чтобы немножко развлечь, она отвечала, «Никуда я не пойду». «Это же знаменитый фильм», — уговаривал Костя. «Стоил два миллиона долларов. Я сам читал Вашингтон-пост». «Хоть три миллиона. Отстань от меня, пожалуйста». В конце января с Говорковыми стряслось громадное, почти непоправимое несчастье. Обычно во время полпредских приемов, на которые приглашались представители искусства, науки и промышленности, Костя с непривычки чувствовал себя очень стесненным. Он в смокинге стоял где-нибудь подальше, с напряженным видом, отпивая коктейль из бокала и до тошноты, накуриваясь сигаретами «тройка». Но в последний раз Костя вдруг осмелел и вступил в разговор с толстым, очень симпатичным американцем. Костя с удовольствием заметил, что уже довольно свободно говорит по-английски. Не хватало только темы, не о чем, собственно, было говорить с этим американцем. Но тут Костя вдруг посчастливилось, он вспомнил свои вечные простуды и стал жаловаться на вашингтонский климат. «О, — сказал американец, — вы молодой человек, у вас этого не должно быть. Все простуды происходят от глант. Их надо немедленно удалить. Поверьте моему опыту, мистер Говорков. Мистер Говорков, я позволю себе, мистер Говорков, рекомендовать вам своего врача. Он очень опытный человек и вырежет ваши гланды так, что вы этого даже не почувствуете. Вам даже будет приятно». Костя поблагодарил обязательного толстяка, американец вытащил блокнот и что-то записал. Потом беседа потекла как-то сама собой. Выпили несколько коктейлей и расстались очень довольны друг другом. Придя домой, Костя хвастался своими успехами и языке, и светском общении. «Всего понемногу научаемся», — говорил Костя. «Осваиваем и эту область». Утром Говоркова позвали в канцелярию к телефону и незнакомый голос сообщил, что говорит секретарь мистера Саммерфильда. «Слушаю», — с удивлением сказал Костя. «Вы вчера имели беседу с мистером Саммерфильдом относительно доктора. Доктор с удовольствием приехал бы к вам, но так как удаление глант все-таки операция, хотя и маленькая, то доктор просит вас заехать к нему сегодня в пять часов дня». Косте очень понравилась эта чисто американская аккуратность, и он просил передать мистеру Саммерфильду чувство живейшей благодарности. В половине пятого, никому не сказавшись и попросив для Шика у завхоза самый большой полпредский автомобиль, Костя поехал по записанному им адресу. Доктор очень понравился Косте. Во-первых, он абсолютно не походил на доктора. Это был элегантно одетый господин с модными черными усиками и пробором посередине головы. У него были длинные худые и нервные пальцы крупье. С круглым зеркалом на лбу он был невероятно красив и обаятелен. Благожелательно, похлопав Костю по плечу, доктор надел халат с перламутровыми пуговицами, посмотрел Костя на горло и сказал, что лучше всего было бы гланды удалить, но, что вообще говоря, можно жить и с гландами. Но Костя, с горячностью которой сам от себя не ожидал, заявил, что согласен расстаться с гландами. Уж очень надоели ему простуды. Тотчас же в комнате появились ассистент и сестра милосердия, и доктор молниеносно вырезал мистера Уговоркову гланды электрическими щипцами. Не то чтобы это было приятно, как утверждал мистер Саммерфильд, но во всяком случае не слишком больно. Тоня жалела Костю. Один день он пролежал в постели, хотя чувствовал себя прекрасно. Лежал и питался только мороженым. Все-таки это было событие. Тоня читала ему в слухе. Через неделю на имя мистера Уговоркова пришел в канцелярию пакет. Это был счет от доктора. Взглянув на него, Костя ничего не понял. — Счет был на двести долларов. — Тут какая-то ошибка, — сказал он Тоня и пошел к Марье Власевне узнать, что бы это могло значить. — Конечно, какая-то чепуха, — сказала Марья Власевна. — Удаление гланд стоит долларов двадцать пять, не больше. Да тут, наверное, написано двадцать долларов, а лишний нуль попал по ошибке. — Да и это дорого, — возмущался Костя. — Это же громадная сумма! Двадцать долларов! Ну, я еще понимаю, четыре доллара! Или пять! — Позвольте, позвольте, — сказала Марья Власевна, надевая пенсне и снова рассматривая счет. — Вы у кого были? — Как? — Доктор Пичинелли? — Кто вас к нему направил? — Алексей Дмитриевич, зайди к нам на минутку. Тут прямо беда случилась с товарищем Говорковым. В комнату вошел советник. Он взял в руки счет и с недоумением посмотрел на Костю. — Слушайте, Говорков, какой дурак послал вас к Пичинелли? — Вовсе не дурак, — обиделся Костя за своего нового друга, — а мистер Саммерфильд. — Ну, знаете, — сказал советник, — вы бы хоть спросили кого-нибудь, посоветовались. — А что тут советоваться? — сказал Костя. — Это же пустяки, какая-то гланда. — Гланда-то пустяки. А важно здесь, что доктор Пичинелли лечит очень богатых людей. А вы еще попали к нему по рекомендации Саммерфильда, миллионера. Естественно, что он и вас считает миллионером. — А я еще приехал к нему на Кадиллаке, — пробормотал Костя. — Вы бы к нему еще на Ройсе приехали, — воскликнул советник. — Придется вам заплатить двести долларов. — Как двести? Мария Власевна говорила двадцать. — Возможно, эта операция стоит только двадцать долларов, но Пичинелли берет за нее двести. — Не буду я платить, — закричал Костя. — Это абсурд. — Да, — сказал советник. — Получается поганое дело, но придется заплатить. Тут никаких разговоров не может быть. — Это грабеж, — простонал Костя. — Да ведь если в Москве рассказать не поверят. — Конечно, не поверят. Вы там в Москве привыкли лечиться бесплатно. Но здесь нет советской власти. Это Америка. Будете знать на практике, что такое капитализм. Доктор Пичинелли произвел в бюджете Говорковых страшные разрушения. Чтобы ему заплатить, пришлось отказаться от зимних пальто, от коляски, чудной детской кроватки, которую Тоня уже присмотрела в детском магазине. Кроме того, пришлось еще взять авансом в счет жалования восемьдесят долларов. Это была настоящая катастрофа. Как Тоня не утешала Костю, сознание того, что он совершил непоправимую глупость, заставляло его страдать. В светлой комнатке Говорковых сделалось грустно. Вместо замечательной кроватки стояла самая обыкновенная люлька, какую покупают для своих младенцев бедные негритянки. Денег не было ни копейки, а главное, еще только надвигалась Тоня готовилась рожать. И опять все было так непохоже на Москву, что Костя иногда даже хватался за голову. Почему? В Москве все происходило как-то просто. Даже думать об этом не надо было. Подходит время, и рожаешь, и все бесплатно. И вообще в представлении Кости роды или болезнь никогда не были связаны с деньгами. Ну, рожаешь, ну, болеешь. Кто-то за все это платит. Кажется, соцстрах. Костя никогда об этом не думал. — Я отказываюсь рожать в подобной обстановке! — запальчиво воскликнула Тоня. — У нас на службе рожала одна сотрудница, — сказал Костя. — Что-то три или четыре месяца гуляла с сохранением содержания. Он даже засмеялся. Так ему понравились прогулки с сохранением содержания. Молоденькие супруги, которые еще очень мало знали жизнь, сейчас сидели, притаившись в своей комнате, и вспоминали Москву. Как же это раньше они не ценили, не думали об этом. Они жили, ничего не замечая, все принимая как должное, как что-то естественное, что полагается людям. Не может не полагаться. А здесь за все надо платить. После трагической истории с гландами Костя сделался осторожным. Он все узнавал наперед. Но от этого ему не стало легче. Хотя Говорковы и выбрали недорогую лечебницу, все-таки платить надо было много. В счет ставили и предварительную консультацию, и отдельно сиделку, и отдельно сестру, и доктора, и лекарства. Ну, одним словом, все. Когда Костя, очень тревожившийся за Тоню, заикнулся было о том, что неплохо пригласить хоть один раз профессора, ему назвали такую сумму, что он злобно пробормотал себе под нос. Нет, профессор пусть Моргана лечит. Да и детей пусть рожает миссис Морган. Я вижу, что тут это удовольствие не для пролетариата. Тоня, которая с пионерских лет понимала, что такое капитализм, и не раз даже делала о нем маленькие докладики в школе и на фабрике, вдруг столкнулась с ним в жизни. И представьте себе, она страшно рассердилась. Капиталистическая система мешала ей жить. Хотя ей вредно было волноваться, она каждый вечер взволнованно ругала эту систему. — Почему вы сердитесь? — говорила ей Мария Власевна. — Мы живем за границей десять лет, мы уже привыкли. Теперь Тоне уже ничего не нравилось. Не нравилось даже то, что совсем недавно казалось ей удобным и красивым. Ей не нравились прекрасные улицы, превосходные магазины, автомобили. — Ну да, — говорила она со страстностью, которой ей в свое время так не хватало на докладах в политкружке. — Это все для богатых. А что для бедных? Вы мне скажите, что для бедных, если даже мы с Костей, люди, обеспеченные постоянным заработком, с трудом можем свести концы с концами, а рожать мы не можем. — При таких условиях мы не можем рожать, — подтверждал Костя. — Я уеду рожать в Москву, — говорила Тоне со слезами. — Честное слово. Вот увидите. Но никуда она не поехала. Ребенок родился все-таки в Вашингтоне, и совершенно разоренные погрязшие в долгах Говорковы безмерно радовались. Мальчик был крупный и весил восемь английских фунтов, что, как всем докладывал Костя, равняется девяти старым русским фунтам. Назвали младенца Вовкой. Как родившийся на американской почве, Вовка по закону мог стать американским гражданином, а впоследствии имел право быть избранным в президенты. Возможный президент Соединенных Штатов и юный советский гражданин, как и полагается, все время спал. В торжестве приняла участие вся колония. Первой явилась Марья Власевна, хотя перед собой лакированную коляску, напоминавшую своими обтекаемыми формами междупланетный снаряд. Тоня, принявшая так много мук, томная и счастливая, не удержалась и заплакала. Да, коляска была та самая, которую она присмотрела в магазине. Потом в передний раздался грохот. Это Наталья Павловна уронила кроватку, которую она купила в складчину с морской аташихой. И это тоже была воплощенная в жизнь мечта. Военный аташе принес прекрасную дорогую игрушку, но почему-то для ребенка лет шести — большую лошадку с настоящей волосатой шкурой, хвостом, челкой и удивленными стеклянными глазами. Полковник был холостяком и не очень разбирался в детских делах. Каждому входящему Костя говорил, — Нет, серьезно, товарищи, ну это не годится. Ну такие расходы. Что вы, товарищи! Он еще больше растрогался, когда вошла совсем малознакомая молодая американочка мисс Джеффри, которая работала в канцелярии стенографисткой и машинисткой и ни слова по-русски не знала. Мисс Джеффри подошла к коляске и тоненьким голоском сказала, — Гау-ду-ю-ду, бэ-би! Костя развел руками и воскликнул, — Ну, тут я уже ничего не могу сказать. Мисс Джеффри поднесла младенцу резиновую погремушку и, улыбаясь, отступила. Внесли цветы от Полпреда, а через несколько минут пришел он сам. Полпред торопился на дипломатический прием, был во фраке и держал в руке цилиндр, очень элегантный, с простым русским лицом и седыми висками. Он постоял минуту над кроваткой новорожденного, поздравил Говорковых и сказал, — Любительский ребеночек. — Теперь, Тонечка, вам уже нельзя будет скучать. Придется развлекать этого маленького джентльмена. Так оно в первое время и было. Неизвестно, кто кого развлекал, Тоня ли Вовку или он ее, только время пошло незаметно. Постепенно затянулись бюджетные раны, нанесенные доктором Печенелли и администрацией родильного дома. Но только через десять месяцев, когда Вовка уже выучился стоять и, как веселая обезьянка в клетке, тряс прутья своей усовершенствованной колыбели, дюджет Говорковых пришел в равновесие. Летом выехать с Вовкой на дачу все-таки не удалось. Оказалось, дорого. Костя то уверял Тоню, что Вашингтон сам по себе дача и ехать никуда не надо, то вдруг начинал сердито бормотать, что, мол, пусть Морган едет на дачу, нюхает там чистый воздух, они уж как-нибудь проведут душное лето в этом симпатичном городе, где двести пятьдесят тысяч автомобилей без перерыва наполняют воздух бензиновыми испарениями. Это было тяжелое лето, и Тоня на целые дни увозила Вовку в его междупланетном снаряде в прекрасный парк по другую сторону реки Потомок и сидела там среди негритянских нянь, которые баюкали белых младенцев. Осенью пришло толстое письмо от Кили и Клавы. Из конверта выпала газетная вырезка и любительская фотография размером в открытку. На фотографии была изображена Киля в красивом ситцевом сарафане, как видно, исполняющая русскую народную пляску. В поднятой руке она кокетливо держала платочек. Рядом с ней, в сапогах и косоворотке, стоял красавец, в котором Тоня не без волнения узнала Петра Передышкина с соседнего завода. Судя по остолбенелым взглядам танцоров, фотограф-любитель заставил их стоять, не двигаясь, по крайней мере, десять секунд. «Здравствуй, Тоня!» — писали подруги. «Почему от тебя так долго ничего не слышно? Мы так и знали, что ты про нас забудешь в своей Америке, но мы тебя вчера вспомнили и все-таки решили написать. У нас нет ничего нового, живем, как жили, без особых интересов. Ты, наверное, читала в американских газетах, что в Москве открылся театр народного творчества. А у нас на фабрике еще весной образовался самодеятельный коллектив, и на прошлой неделе он выступал в этом театре. Исполнили русскую, а набис казачок. Страшно было! Просто ужас! И Киля танцевала соло с товарищем Передышкиным, которого ты, конечно, узнаешь на фотографии. А так ничего нового нет. Только я, Клава, вышла замуж за композитора, который руководит у нас музыкальным кружком. Его фамилия Миша Григорьев, но подписывается он под своими произведениями Иван Лесной. Но он еще пока кандидат в члены Союза композиторов, но его обязательно примут, так как он пишет симфонию из моей жизни. Он сказал мне, что я представляю тип новой женщины. Вообще он очень веселый и все время всех разыгрывает. Я его люблю довольно сильно. В общем, как видишь, ничего особенного у нас не происходит. В августе мы вдвоем поехали с экскурсии ОПТ в Крым. Облазили весь южный берег и подымались на Ай-Петри. Такой там ветер был на вершине ужас. Но восход солнца действительно мировой. Мы были очень довольны, что побывали на Ай-Петри. Нашу фабрику переводят в новый корпус, потому что вся эта улица сносится совсем и совершенно правильно. Одна грязь была. Теперь, когда ты приедешь, то даже не найдешь тех мест, где прошла наша молодость. Уже мы все взрослые. Киле уже девятнадцать лет, а мне скоро исполнится восемнадцать. Просто ужас! По этому случаю у нас намечается большая вечерка. Жаль тебя не будет. Жаль, что мы еще не видели твоего Вову. Он, наверное, красивый мальчик, и мы шлем ему сердечный привет. — Тонечка, ты веселись, веселись, но все-таки нас не забывай. Твои Ка и Ка. — Да, вырезку, пожалуйста, нам верни. У нас есть только один экземпляр. Твои Ка и Ка. Вырезка была сильно истрепана и, как видно, побывала во многих руках. Синим карандашом были обведены строчки. Коллектив первой расфасовочной фабрики блеснул виртуозно исполненный русской пляской. Стахановка Калерия Коршунова совместно с товарищем Передышкиным обнаружили яркий, красочный талант и имели заслуженный шумный успех. Так в недрах народа выковываются новые, свежие, яркие, красочные таланты. Тоня не выдержала и зарыдала густо и страстно, как цыганка. Тут сказалось все. И утомление молодой матери, которую ни на минуту не может отлучиться от ребенка и одиночества среди шума и блеска большого города, и самая обыкновенная здоровая зависть. Чем она хуже Кили и Клавы? Она всегда танцевала лучше Кили, и это знала вся фабрика. И, конечно, она тоже могла бы выступать в Театре народного творчества вместо того, чтобы сидеть в этом тоскливом, да тоскливом провинциальном Вашингтоне, где некуда пойти. В Москве у нее всегда было множество дел, времени не хватало. Она вспомнила, что всегда куда-то торопилась, боялась опоздать, и дела были какие-то интересные, веселые. А если не веселые, то нужные, значительные. А здесь она жила, как в больнице, чисто, благоустроенно и безумно хочется на свободу. Когда Костя вернулся, Тоня еще рыдала горько и безнадежно. Говорков ужасно испугался. Тоня была всегда сдержанным и терпеливым человеком, никогда ни на что не жаловалась. И тут Костя прочел письмо и сразу понял, что Тоня несчастна и надо что-то сделать. Стревожена была вся крошечная советская колония. — А все потому произошло, — говорил советник, — что Тонечку не охватили, что у нас нет еще настоящей заботы о людях. — Ну что ты такое говоришь? Не охватили, — возразила Марья Васильевна. — Тонечку все очень любят. Но как ее охватить, когда она весь день прикована к ребенку? Сам знаешь, няньку они нанять не могут, это дорого. Бесплатных ясель, как в Москве, в Америке нет, кажется, взрослый человек. Здесь не советская страна. Виноват, конечно, и товарищ Говорков. Нужно было уделять немножко больше внимания жене. — Ну что я могу сделать, товарищи? — жалобно оправдывался Говорков. — Тонечка женщина очень простая, но она у нас там в Москве привыкла, например, к серьезным пьесам, где разбираются всякие там актуальные вопросы. А здесь? Когда ты еще приедешь из Нью-Йорка на гастроли хороший театр? И так далее. Конечно, не охватили, конечно, скучает. Она молодая, настоящей закалки у нее еще не может быть. Она не понимает, что это надо рассматривать как зимовку где-нибудь на острове Врангеля. Послали тебя и работай. Сиди два года в полярной ночи. Если бы была работа, в том-то и дело, что работы-то у нее нет. Но пусть занимается, учится. Оставьте, пожалуйста. Легко вам говорить, Наталья Павловна, когда у вас нет детей. Вам хорошо. Вы скоро колледж кончите. Нет. С Тонечкой что-то надо сделать. Надо ее охватить. Да? Но как? Как охватить Тоню? Никто не знал. Тоня уже не скрывала своего отчаяния, ходила заплаканная. Я ее отлично понимаю, бравым голосом говорил военный атташе. Этому товарищу есть специальное название. Ностальгия. Тоска по родине. В конце концов, мы все этим больны. Все мы живем тем, что когда-нибудь отсюда уедем. Честное слово, товарищи, если бы мне сказали, что я здесь должен остаться на всю жизнь, я... Вы знаете, товарищи, восемь лет воевал, и человек не сентиментальный, я бы заплакал. Что вы хотите от Тонечки, которая привыкла к советским условиям жизни? Конечно! Ездить трудно! Костя всячески старался проводить дома как можно больше времени. Он выгонял Тоню в кино, а сам оставался с Вовкой. Он так навострился, что купал его с ловкостью старой няньки, а потом убаюкивал песни «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Под эти воинственные звуки Вовка засыпал так же быстро, как если бы пели «Гуленьки-гуленьки, прилетели гуленьки». В кино Тоня ходила с милой, всегда приветливой и веселой мисс Джеффри. Эту дружбу наладил умный Костя, сообразив, что с американкой Тоня будет развлекаться и в то же время говорить по-английски. Тоня очень подружилась с мисс Джеффри. После кино они заходили вместе в аптеку, усаживались за высокую стойку и ели мороженое, которое подавал им рыжий продавец, в белой полотняной пилотке с синим кантом. В аптеке, сидя за стойкой на высоких рояльных табуретках, подруги вели задушевные беседы. Аптечный бармен проворно работал, выжимал машинкой сок из апельсинов, накладывал в большие бумажные стаканы мороженое для покупателей на вынос, жарил сладкие блины на раскаленной электричеством металлической доске, тут же приготовлял шипящий напиток от головной боли и со звоном вытаскивал чеки из автоматической кассы. При этом он еще успевал бросить Тони и мисс Джеффри постоянным посетительницам почирительные взгляды. Весь его вид говорил, что все будет хорошо, что все будет олрайт, главное не надо терять жизнерадостности. А молодые женщины, аккуратно расцелив на коленях бумажные салфетки и облокотясь о прилавок, подолгу болтали. Тони еще не очень свободно говорила по-английски, поэтому они часто друг друга не понимали и, выяснив ошибку, долго и сердечно смеялись. Вообще, их аптечные беседы выглядели не совсем по-американски. Американцы не любят засиживаться за едой, а Тоня и мисс Джеффри сидели иногда по два часа. Тоня рассказывала о своей жизни в Москве о своих подругах, Килле и Клаве, рассказала однажды, что они недавно были в Крыму. — О, край мия! — воскликнула мисс Джеффри. — Но ведь это очень далеко от Москвы. — Ну и что ж такое? — рассудительно сказала Тоня. — Они в отпуску с экскурсией. — О, они поехали туда на автомобили? Тоня даже засмеялась. — Что вы, Линни? Откуда у них автомобиль? Потом, у нас ведь пока нет таких дорог, к которым вы привыкли. В Крым едут поездом, очень удобно и быстро. А уж в самом Крыму есть все для туристов. И автобусы, и специальные туристические базы. Вот вам хорошо, Линни? У вас превосходные дороги, автомобили. Вы, наверное, уж объездили всю Америку. К удивлению и даже замешательству Тони мисс Джеффри сказала, что не только не объездила Америки, но даже ни разу не была в Нью-Йорке, хотя до него лишь четыре часа. Была она только в Филадельфии, в гостях у тетки. Провела у нее Рождество. — Это не так легко, Тоня, сказала мисс Джеффри. — Чтобы поехать в Калифорнию или Флориду, надо много денег и времени. Нет, путешествовать могут только богатые люди или безработные, странствующие в поисках заработка. Я знаю, мне уже несколько раз говорили, иностранцы почему-то считают, что мы, американцы, много путешествуем, но в большинстве случаев мы всю жизнь сидим на одном месте и не видим ничего, кроме своих контор. Деньги я трачу на квартиру и еду. Мне надо прилично одеваться. Лишних денег у меня никогда в жизни еще не было. Наговорившись вдоволь, американка провожала Тоню домой и подымалась с ней наверх, чтобы посмотреть ребенка, и всегда они заставали одну и ту же картину. Вовка спал, а рядом с ним сидел серьезный Костя и читал Вашингтон-Пост. Мисс Джеффри наклонялась над кроваткой, тоненьким голосочком говорила «Good night, baby!» и уходила домой. Она была такая опрятная, завитая, так нежно улыбалась, что всегда представлялась Тони чистенькой, деловитой певчей птичкой, обитающей веселой клетки, где аккуратно налита чистая вода в цинковую чашечку и рассыпана блестящая конопля. На октябрьскую годовщину Тони был приготовлен большой сюрприз. Вся колония снова и долго обсуждала судьбу Тони, и все единогласно решили, младенец Вовка останется на попечении Марьи Власевны и Кости, а Тоня с Натальей Павловной поедут на два дня в Нью-Йорк и праздник проведут среди многочисленных сотрудников Амторга. Программа была очень интересная. Утром 7 ноября они отправятся на детский праздник советскую школу, днем будут осматривать город, а вечером состоится торжественное заседание и танцы в генеральном консульстве. Там будет человек 300 советских людей. После вашингтонского затворничества поездка в Нью-Йорк казалась почти поездкой на родину. Приехали вечером 6 числа и ночевали у друзей Натальи Павловны. Это были пожилые люди, муж и жена Ведмедевы. Тоня им обрадовалась, словно это были ее дядя и тетя. Ведмедевы сейчас же потащили молодых женщин на Бродвей. От бродвейского света и шума Тоня затихла. Гуляли долго, и все это время супруги посматривали на Тоню с таким видом, будто это они, Ведмедевы, зажгли над Бродвеем миллиарды электрических огней и сами построили небоскребы. После прогулки ужинали у гостеприимных хозяев. Молодые женщины уже собирались идти спать, когда в комнату вошел румяный одиннадцатилетний мальчик и серьезно сказал с легким английским акцентом «А теперь вы можете посмотреть мои игрушки». Он, как видно, терпеливо ждал конца ужина. Игрушек было много, но все они представляли собой огнестрельное оружие, револьверы, ручные пулеметы, маленькие винтовки, трещавшие и даже извергавшие огонь. Старый ведмедев кряхтел «Вот!» Так он целый день стреляет. Американские мальчики только этим и занимаются. Других игр у них нет, просто с ума сошли. Бегают в кино смотреть гангстерские картины, а потом сами изображают бандитов. И мой Ленька туда же. «Нет, я только в свободное от школьных занятий время», серьезно отвечал мальчик. «Школу мы устроили хорошую», продолжал ведмедев. «Не пожалели денег, а ведь после школы не запрешь его дома. Особенно этот Дэвид, сын парикмахера, обучает моего типа». «Ты ошибаешься, папа», серьезно сказал Ленька. «Дэвид, хороший мальчик, тут виноваты условия капиталистического общества». «Слышали», радостно закричал ведмедев, «это уже влияние нашей школы, а рядом с этим игрушечные пулеметы. Какой у меня мальчик вырастет в этой Америке, я даже не понимаю». «Ох», простонала ведмедева, «скорей бы уж домой в Харьков». Утром поехали в Бруклин. По коридорам и лестницам школы бегали дети с красными пионерскими галстуками. Запыхавшиеся озабоченные мамы раскутывали маленьких дошкольников, приглашенных в гости, и шепотом спрашивали, как отвезти их в уборную. Все шло так, словно вокруг не было никакого Нью-Йорка, а торжество происходило где-нибудь на Сивцевом в Рашке или на Усачевке, только малыши из нулевого класса, скверно говорившие по-русски или питавшие по-английски с настоящим нью-йоркским акцентом, свидетельствовали о том, что дело происходит все-таки не в Москве. Торжественное собрание началось в самом большом классе. Председателем торга сказал короткую серьезную речь, которую объяснил детям, что за день они празднуют. Потом выступил генеральный консул, речь которого все время прерывал его двухлетний сын Витя, бурное дитя в пушистом шерстяном костюме. Увидев своего папу, стоявшего перед большой аудиторией и время от времени взмахивающего рукой, Витя взволновался и крикнул «Папа, я хочу к тебе!» Он кричал до тех пор, пока место ему срочно не понадобилось выйти. Только это обстоятельство дало консулу возможность закончить свою речь с необходимой плавностью. «А теперь, товарищи, сказал заведующий школы, приступим к веселью!» Начались выступления детей. Самые маленькие декламировали английские стихи, более взрослые пели хором партизанские песни и даже разыграли крохотную пьесу, сочиненную школьником шестого класса. В пьесе участвовали король, воины и рабочие. Король был в бумажной золотой короне. В течение всего действия его душил смех, и другие актеры бросали на него сердитые взгляды. Затем началась раздача подарков отличившимся школьникам. Леня Ведмедев тоже получил подарок, но про него заведующий школой сказал, что он учился только хорошо, в то время как по способностям мог бы учиться отлично. Тогда Леня выступил вперед, и, держа в руках две книги Джека Лондона на английском языке, которые ему поднесли, серьезно сказал, «Теперь я обещаю учиться учиться отлично, потому что у меня действительно хорошие способности». Это всех рассмешило, даже самого Леню. Получив подарки, дети сейчас же принимались их распаковывать и рассматривать. Одному мальчику поднесли роликовые коньки, и про этого мальчика заведующей школы сказал. С ним произошло несчастье, на него напали американские мальчики и отобрали у него коньки. Он очень страдал от этого, но так как он прекрасно учился, то мы дарим ему новые. Однако осчастливленному мальчику предстояло еще одно испытание. Когда он возвращался на свое место, сжимая коньки в руках, на него напал шерстяной мальчик Витя, и, крича дребезжащим голосом, «Дай!» стал выдирать у него подарок. К счастью, тоже стали раздавать подарки, и Витя, выпустив ролики, бросился получать своего резинового Микки Мауса. Вечером приступили к веселью взрослые. Торжественное заседание открылось в Большом зале консульства. Пришли все, кто только мог явиться, и сотрудники Амторга, и инженеры, находящиеся в командировке по различным техническим делам, и команда советского парохода, который как раз в эти дни грузился в Нью-Йоркском порту. Снова председатель Амторга сказал речь, консул тоже говорил опять, но никто не мешал ему на этот раз, потому что Витя уже спал. Хорошо было в этот вечер, все чувствовали себя связанными друг с другом, как экипаж одного корабля, справляющего праздники в далеком океане. После официальной части, как водится, началась неофициальная, долго танцевали, весело и шумно. Тоня веселилась, как когда-то у себя на первой расфасовочной. Если бы только ее подруги Кили и Клава знали, что она танцует в первый раз за всю свою американскую жизнь, ничего бы они не поняли и, наверное, очень удивились бы. Вашингтонские красавицы Наталья Павловна и Тоня пользовались несомненным успехом. В соседнем зале на длинных столах стояли закуски, водка, родимый нарзан. Но Тоня ничего не ела и не пила. Не было времени, ее беспрерывно приглашали танцевать, и ей жалко было отказаться. Когда-то еще она увидит живых людей в таком количестве. Внезапно она заметила в толпе своих старых знакомых трех неразлучных практикантов, с которыми когда-то с Говорковым познакомились на Маджестике. И они ее увидели «Как левая?» Уже заранее хохоча спросила Тоня. «Замечательно!» В один голос ответила тройца. «Все в полнейшем порядке! Олрайт!» Это были уже не застенчивые кослявые юнцы в мешковатых синих костюмах. Впрочем, кослявые они были и сейчас. Даже еще кослявее стали. Они просто выросли и сделались старше. У одного даже появились молодые нахальные усики. Другой курил сигару. На них были хорошо сшитые дешевые костюмы из магазина готового платья, тесные воротнички, прочные ботинки. Руки были покрыты мозолями и царапинами. Они казались настоящими американскими механиками. «Гау ду ю лайк Америка?» спросила Тоня. «Как вам нравится Америка?» Она ожидала услышать знакомое. «А Бог с ней с этой Америка и скорее бы уж добраться домой». Но к ее удивлению молодые инженеры в один голос закричали «Замечательная страна! Чертовская техника! А как работают!» «Честное слово, посмотришь на какой-нибудь завод, и как это все у них просто получается! А за этой простотой такая организация производства, что нет слов!» «Ну, я вас уверяю, Тоня, просто нет слов!» «Мы тут кое-чему поудучились, у них вообще встреча с Тони вызвала у них дикий восторг. Они наперебой острили, рассказывали о своей работе, о поездках, часто вставляли английские слова и целые фразы, мешали друг другу. С Тони они танцевали по очереди. Один из них, тот, который курил сигару, вышел в соседний зал и поспешно, так как боялся пропустить танец, выпил шесть рюмок водки. С этой минуты он со временем хохотал и уже не мог танцевать. И это его еще больше смешило. Остальные два практиканта с увлечением рассказывали Тони, какой огромный технический опыт они получили на заводах БАДа Филадельфии и как они собираются использовать этот опыт в Союзе. Они засыпали Тоню техническими выражениями и самое удивительное, Тони их понимала. Она все понимала в этот вечер и всем восхищалась. Если бы еще выйти на улицу, да чтобы эта улица оказалась не 61-м стритом угол 5-я авеню, а какой-нибудь Пятницкой, да еще у Москвы реки, да еще с видом на Кремль. Совсем было бы хорошо. Молодые инженеры проводили Тоню, Наталью Павловну и Ведмедевых до самого дома. Они шли пешком через весь Манхэттен, весело горланили у подножия небоскребов. Инженеры подвели компанию к Радио Сити и долго разъясняли женщинам методы работы и возведения столь громадных зданий. Главным оратором внезапно оказался подвыпивший хохотун с сигары, он никак не мог ее докурить в течение всего вечера. При виде здания, вершина которого терялась в утреннем тумане, он неожиданно протрезвел и прочел настоящую лекцию о механизации строительных работ. На другой день вечером американизировавшиеся молодые люди явились к Ведмедевым и потребовали, чтобы Тоня и Наталья Павловна отправились вместе с ними разлагаться. — Надо, надо разлагаться, деловито твердили они. — Что ж мы так уедем, не разложившись? Просто безобразие! Полтора года работали в этой Филадельфии как звери, позавчера приехали, а завтра уже уезжаем. — Снова в Филадельфию? — спросила Тоня. — Какая там Филадельфия? — радостно сказал практикант с нахальными усиками. — Домой! А не в Филадельфию. Я в Москву, Коля, в Свердловск, а Семен в Златовуст. И инженеры вытащили из карманов целые комплекты проездных документов. Тут были и билетные листы величиной с платежной ведомость, и зеленые анкеты, и свидетельства для американской таможни, заказывать их к ручкам чемоданов. Завтра в два тридцать садимся на Иль-де-Франс, сбрею свои знаменитые мировые усики, и уже через десять дней в Москве! Тоня перебирала билеты внезапно похолодевшими пальцами. Близость Москвы, реальность этого города, которую она уже перестала было ощущать, эта Москва снова овладела ее мыслями. Столько она думала об этой Москве, столько мучилась, а практикантам нашлась сказать только обыкновеннейшую фразу «Вы счастливы!» И она вспомнила, что когда-то эти же слова прокричали ей на прощание Кили и Клава в сыром железнодорожном мраке. Инженерам очень хотелось разлагаться, но они не знали, как и где это делается. Помочь им взялся старый Ведмедев, бормоча жене, «А неудобно все-таки, Анюта, надо людям показать город». Он быстро оделся и вывел компанию на улицу. «Слава Богу», объяснял он, «уже пять лет в Нью-Йорке и знаю все досконально. Мы едем в Гарлем, Негритянский район, я его знаю досконально, и зайдем в какой-нибудь Найт-клаб, какой-нибудь такой, знаете ли, вертепчик, где-нибудь в райончике 126-й улицы, или, кажется, 127-й, там на месте разберемся». «Сядем на такси», крикнул инженер с усиками. «В чем дело? Разлагаться так разлагаться». Но старый Ведмедев не допустил этого. «Слушайте меня, старого Нью-Йоркца, в такси будем ехать целый час, вы находитесь в городе, где целый миллион автомобилей, следовательно, пользоваться автомобилем здесь бессмысленно. Это самый отсталый, медленный вид транспорта. Сядем в Собвей и будем в Гарлеме через пятнадцать минут». Ночью Гарлем со своими безнадежно прямыми, грязноватыми и слабо освещенными улицами все-таки создал у экскурсантов впечатление тайны. Это настроение изо всех сил раздувал старик Ведмедев. «Эх, тут есть улица», говорил он шепотом. «Где живут только проститутки? Я знаю это досконально. Проститутки, бандиты и убийцы. Сейчас мы как раз к ней подходим. Внимание, товарищи!» Наталья Павловна, которая только и ждала случая, чтобы завизжать, с ужасом схватила Ведмедева за руку, Тоня почувствовала страх. Молодые инженеры выпрямились, стараясь придать себе вид бывалых шкиперов. Один Ведмедев чувствовал себя как рыба в воде. Они свернули на какую-то улицу, обстроенную старомодными двухэтажными давами, где каждая квартира имела свое собственное высокое каменное крыльцо с десятком ступеней, спускавшихся прямо к тротуару. «Вот оно», зашептал Ведмедев. «Тут хуже». Навстречу взволнованным туристам прошла старая негритянка с корзиной. «Как?» спросил Наталья Павловна. «Вот эта старая почтенная женщина?» «Представьте себе», ответил Ведмедев. «Вы не знаете этой улицы, Содом и Гаморра». Щелкнула дверь, и на одной из крылец вышла большая негритянская семья. Папа, мама, трое детей и бабушка. «Интересно». Язвительно заметил Семен из города Златоуста. «Э, ну, не будем здесь задерживаться», заторопился старый Медведев. «А что, могут убить?» иронически спросил Коля, любитель сигар. Наталья Павловна хихикнула. «Смейтесь, смейтесь», обидчиво сказал Ведмедев. «Семья — это случайность. Тут что не дом, то притон. Идем дальше». Навстречу стало попадаться все больше и больше людей. Шли старые негры под ручку со своими женами и молодые негры подозрительно постного вида. Наконец обнаружилось, что все они идут из церкви. Тут, кстати, кончилась страшная улица, и компания вышла на широкую седьмую авеню. «Я, кажется, немного спутал», произнес Ведведев. «Но это не важно. Ведь я здесь был, собственно, один только раз, когда приехал в Нью-Йорк, ездили тогда разлагаться, вот как мы сейчас. Так что пойдем, товарищи, куда глаза глядят. Тут всюду интересно. И всюду атмосфера порока». На седьмой авеню светились электрические рекламы ночных ресторанов, бродили молодые люди с дерзким выражением лица и в светлых шляпах на бекрень. На углах стояли черные проститутки, в тени домов блестели металлические гербы и пуговицы полисменов. В конце концов друзья попали в ночное заведение под названием «Черная кошка». Сарик Ведмедев сначала зашел один и выяснив, двум долларом на человека, пригласил всех войти. Мулаты в красных мунтирах приняли шляпы и макинтоши гостей. Компания вошла в небольшой зал, посредине которого помещалась площадка для танцев, отделенная барьером от стоящих вокруг столиков. Людей было мало, шесть, восемь столиков были заняты, остальные пустовали. Любезный негр с подносом, пританцовывая, отвел компанию к столику у самого барьера. На скользком паркете танцевальной площадки стояла красная пианино на колесиках. Официанты подвозили его по очереди ко всем столикам, и тучный негр с крючковатым носом, заглядывая в глаза посетителям, с чудесной легкостью наигрывал синкопированные мелодии. Официанты в мундирах пританцовывали, опираясь локтями на пианино. Дошла очередь до ведмедевской компании. Пианист, склонившись корпусом и головой к самому столику и закатив желтоватые белки глаз, тихо и проникновенно запел негритянскую песнь «Я хотел бы умереть в королине». И официанты грустно ему подпевали, покачивая под носами. То не стало неловко, что такой толстый важный негр поет специально для них, но потом негра повезли дальше к следующему столику, и компания почувствовала себя свободнее. Опытный ведмедев заказал для всех джин-физ, крепкую смесь джина с лимонным соком. «Разлагайтесь, разлагайтесь», уговаривал он, «все равно, даже если вы закажете только содовую воду, возьмут по два доллара с человека, так что стесняться нечего». На тесной эстраде расселся негритянский джаз, на площадку выбежал невероятно толстый мулат в цилиндре и лихо застучал ногами в лаковых туфлях. За ним выскочили десятка-полтора голых мулаток с перьями на поясе. Они тоже стучали каблуками и вращали бедрами. Настучавшись и навращавшись, они убежали, чтобы снова вернуться через несколько минут. Потом три негра в белых цилиндрах виртуозно отбивали чечетку. Ведмедев потребовал вторую порцию Джинфиса. Инженеры смирно сидели и иногда подмигивали друг к другу, как бы говоря, здорово разлагаемся. Девушки выбегали еще несколько раз, а потом наступил антракт, когда танцевала публика. Но инженерами овладел рецидив застенчивости, и они не танцевали. Когда вышли на мокрую темную улицу, Семен из Златоуста бодро сказал, «Теперь все в порядке, программа выполнена полностью. Если спросят, будет что ответить. Не только копались на заводе, видели кое-что другое». Прощались долго и задушевно. Семен все уговаривал Тоню обязательно съездить в Златоуст, который якобы необыкновенный город. «Что вы тут сидите?» доказывал он. «Зачем вам Америка? Ведь тут дикая скука!» Все трое повернули в сторону своего отеля, и долго еще над затихшими стритами слышался их шумный разговор. Вернувшись в Вашингтон, Тоня нашла, что Вовка немного вырос, хотя она не видела его только два дня. Но вообще больше ничего не изменилось, и Тонина жизнь сделалась еще труднее. За два нью-йоркских дня Тоня отвыкла от своего заточения в комнате или в парке вместе с Вовкой. Надо было привыкать с самого начала. Но Тоня чувствовала, что никогда уже не привыкнет к американской жизни. Она завидовала «Мисс Джеффри всегда веселый, энергичный, работящий». «Ей хорошо», думала Тоня. «Она у себя на родине». Тоня не любила жаловаться посторонним людям, но однажды вечером, когда Костя ушел разбирать дипломатическую почту, а Вовка уже спал, она не сдержалась и рассказала «Мисс Джеффри о своей тоске». Обычная улыбка сошла с лица «Мисс Джеффри», она с удивлением смотрела на Тоню, долго молчала и сказала наконец «Дорогая Тоня, вы счастливая молодая женщина, да, Америка очень скучная страна, но ведь вы в конце концов отсюда уедете, мне хуже чем вам, Тоня, мне даже ехать некуда, это моя родина, куда я могу ехать, я проживу здесь всю свою жизнь, я, наверное, никогда не выйду замуж, мужчины не любят теперь жениться, это дорого, а если даже выйду замуж, то детей у нас, конечно, не будет, это тоже дорого, у нас человек не может быть человеком, это слишком дорого». Тоня была поражена. Веселая, вечно улыбающаяся мисс Джеффри, и вдруг такие страшные слова, ей стало немножко совестно, как бывает совестно человеку, который заключен на небольшой срок перед человеком, заключенным на всю жизнь. Весь вечер они сидели, не зажигая огня, и жалуясь друг другу, а потом попудрились и пошли в аптеку напротив покушать мороженого у веселого рыжего парня в белой пилотке. Теплая, мокрая зима подходила к концу. Как-то темным утром Тоня подошла к окну и увидела, что идет снег. Он быстро таял и лежал только на крышах автомобилей. Все шло обычно. Костя позавтракал и ушел. Вовка, как всегда, не хотел мыться и плакал. Предстоял обыкновеннейший день. И вдруг Костя вернулся. Он вернулся назад так скоро, что вряд ли успел дойти до канцелярии. Но нет. Он был там и даже принес оглушительную новость. Его срочно переводят в Москву. «Тут уж я ничего не могу сказать!» Возбужденно кричал он. Вот и все. Так просто, неожиданно, а главное быстро решилась Тонина судьба. Вовка не мог понять, откуда привалило к нему такое неслыханное счастье. Мама так и не помыла его в это утро, и он весь день бродил с немытой физиономией, спотыкаясь о разложенные на полу чемоданы, таща за собой мамины платья и папины галстуки. Через две недели поезд Париж Негорелая вышел с польской станции Столбцы и двинулся к советской границе. На полустанке Колосова он на минуту задержался. Еще на ходу стали соскакивать польские жандармы в щеголеватых шубках с серо-собачьими воротниками. Поезд очень медленно прошел еще несколько метров. Тоня с замиранием сердца стала протирать стекло и увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторжевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки и вышка медленно поехала назад. Часового заваливало снегом, но он не отряхивался неподвижный, суровый и величественный. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом союз и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.